Если метафора работает как сравнение, то метанимия, следующий наш троп, работает по принципу смежности. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Зеленые вагоны были вагонами третьего класса. Только определенное сословие могло себе позволить там ехать. Или у Пушкина. Все флаги будут в гости к нам. Метанимия как над имя позволяет под флагами подразумевать всех тех, кто прибыл сюда. Мы можем сказать, читаю Достоевского. Иногда нам нужно ответить быстро, практически на бегу. А, да, да, мам, три тарелки, три тарелки съел. Ну, ты же не тарелки ел. А, все-таки содержимое. Метанимия. Под видом метанимии является синегдыха. И это некий отличительный признак, который мы выбираем и переносим на все целое. Эй, борода, как проехать к Плюшкину? Позвать извозчика только потому, что у него есть борода. Он обратит внимание. Синегдыху стоит отличать от метафорического. Например, старая перечница – это все-таки характеристика человека. А борода – только внешний признак, только атрибут. Подробности в описании по ссылке в дистанционном курсе. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok